Музыка Только что я посмотрел видос разоблачения Дениса Семенихина И это меня, так сказать, мотивировало покачаться, а не покачаться ли Вы знаете, я лично знаком с Денисом Семенихиным Был знаком с Динамитом С Декулем На Украине силач Халаджи Сжал мне руку, ю-мою, думал раздавит, нафиг Раздавит Кстати, это же может сделать, я думаю, и сейчас может сделать Декулем Раздавит руку просто так Легко и просто Значит, вот современными я не знаком с Кокляевым С Кириллом Сарычевым Знаком с Немским Довольно-таки хорошо знаком Много раз на передачу приходила Что я хочу сказать Да, в прошлом я тоже спортсмен-профессионал Когда мне было где-то 21 Ну, нет, больше Где-то 24, так и 25 Мои лучшие результаты в рывке было 160 килограмм В толчке 197 202 на грудь я брал 255 приседаний 270 тяга 180 лёжа Ну, это всё в прошлом То есть Если мне было это 25 лет Сейчас 65 лет Значит, это 40 лет назад Хорошо вспоминать былое Ну, а что сейчас? Что я хочу сказать Вот это так предварительное замечание Это то, что Я всякое прошёл там Были и анаболики То была эра анаболиков 70-е годы Не буду я там вскрывать Но тем не менее И хоть ты их сколько съешь Надо заниматься Тогда будет толко Вот К какому выводу я пришёл Вот в будущее Сейчас вот перед вами стою Это то, что Если Что-то быстро накачивается То так же быстро И уходит Особенно с химией Если что-то накачивается Своим трудом Так сказать, как один мой Ученик говорил На своих соках То оно, естественно Останется гораздо дольше Далее Вот, конечно Хочется иметь там Большие мышцы Большое тело Это вообще-то Надо уделять время Достаточно времени уделять Это надо есть То есть Это двойная нагрузка На организм Еда И Тренировка Бросили есть Стали меньше тренироваться Организм был приспособлен К большим нагрузкам Естественно Еде Он был такой Бросили Он Сдулся То есть Это естественные Процессы Вообще Происходящие В природе Мы Приспосабливаемся К какой-то нагрузке Нагрузки нет Мы приспосабливаемся Опять назад Для некоторых Является Открытием Это то, что Когда люди Слетали в космос Космонавты Они после этого Теряют Могут потерять Килограмм Двадцать Массы Веса тела И вообще Не ходить То есть Полетали там Примерно полугода И все Им надо Заново Нарастить массу Займеть силу Поэтому Выбирается Какой-то Компромисс Вот у кого-то Получается Говорят Генетика Или еще что-то Я думаю Дело не в генетике А все-таки В уме Чтобы вы могли Самостоятельно Применить То, что вы там Начитались Что надо много Есть Самому себе И я Узнал про Пауля Андерсона В свое время Выпивал Ну примерно По шесть литров Молока в день Шесть-восемь Так бывало У меня То есть Можно растянуться Да и сила Росла Ну мясо Было Но не такое Там рельефное То есть Для того Чтобы человек Рельефный Все-таки Что-то Должно быть От природы Более-менее Такое Если хочешь Быть Рельефный Это значит Больше надо Труда влаживать Именно Питание Занятия И вот тут Компромисс А стоит ли Этим заниматься И насколько Этим стоит Одно дело Поддерживать То что у тебя есть Другое дело Развивать Третье дело За счет этого Зарабатывать То есть Надо определиться Я лично Занимаюсь Вот мне Это нравится Если бы Это не нравилось Я бы Не занимался То есть Мне нравится Заниматься С тяжестями И сейчас Я сниму Всю свою Тренировку Начиная От разминочных весов Вот все Чтоб она шла Без перерыва Одним куском Что-то там Даже вырезать Не буду Я просто Это Побыстрее Промотаю Чтоб не было Каких-то там Этих Что касается Питания Да Я мог Тоже В свое время Выпить Там 20 Этих яиц Если я там Молока Столько выпивал То есть Можно Растернуть Такой живот Но Оказывается Это просто-напросто Не надо Если вы Занимаетесь Для здоровья Ну Примерно Вот так Вот как-то А теперь Я вам показываю Свою Тренировку И Тело Которое у меня Будет После Веса Скажу С которыми Я там работаю И так далее Еще разок Скажу Подчеркну Что мне нравится Этим делом Заниматься Были Травмы Все это было И Сейчас Надо Таким образом Построить Тренировки Чтобы И Суставы Не болели И Охота Была И За счет За счет Именно Занятий Вырабатывается Тестостерон То есть Ты становишься Более Мужественным Подтянутым И так далее И тому подобное А Машина 104 кг Итак Поехали Танцуют Пары Тары Бары Мать им Знакомый Даже Старый Тарарарам Тарарам Кстати Спортзал Оборудован Мной Это мой Мой Спортзал Так как Я люблю Заниматься То я его И оборудовал Под себя Кое-какие Тренажеры Например Как вот этот Сделанный По моим Чертежам Занятия Начинаю С небольшого Веса Гриф 7 кг И Блинчики По 5 кг Итого Тут где-то 17 кг Так как Спина У меня Побаливается Дабы Избежать Нагрузки На нее Я вот так Вот Изолирую И пошел На бицепс Еще с прошлой Тренировки Не отошли Мышцы Побаливают Но это Не беда Это Не беда Тара Ля 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 Танцуют Пары Тари Бары Ашуры Муры Тарас Тарас Бары Тари Барабан Бабабаба Обычно Я выключаю Музон И где-то У меня Компакт Диск Играет Минут 40 С небольшим И это Как раз Время Моего Занятия Разминочный Подход Добавим 7,5 Кг С каждой Стороны Плюс Гриф 7 Где-то 24 КГ Сердца 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 14 16 16 17 17 16 18 19 17 18 19 19 20 20 занимаюсь и вроде как ничего не получается надо пересмотреть для того нам и голова дается чтобы мы как-то думали то есть везде надо думать если нету думания толку никакого нибудь ну вот я в какой-то мере могу попробовать и вот это то есть это уже 27 килограмм путался с весами ну ничего 27 чтобы сказать успех в любом деле зависит от того как человек подходит к этому делу насколько основательно насколько он его изучает я знал очень много парней которые были поздоровее меня и посильнее меня но тренировались они как-то не так упорно вдумчиво и вот из всех их я стал мастером спорта естественно подымал и побольше мастера спорта то есть этот мой мои лучшие результаты это как юрий петрович масса поднял олимпийских играх но просто 202 не толкнул за рудень а он толкнул а так 160 197 то есть как-то думать 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 надо как это качаться потому что тут схватил можно травму получить гуды шмек нравится мне пойти нравится так вот продолжим рассказ куча парней со мной занималась и покрепче меня и посильнее меня это занимались уже как столько же как я но вот чего-то чего-то у них не хватило для того чтобы стать мастерами хотя также там они ели анаболики то есть не в анаболиках дело как все там привыкли все это относительно и потом когда ты увидел что после этих анаболиков все спадает начинаешь задумываться что и как и вот теперь у меня стал расти вес а я думаю что то он растет а не направит ли мне его в нужное усло вот немножечко подбавим да и хватит по стариковски что там упираться еще пару подходов да и хватит и вот эти конечно разоблачение людей которые чего-то достигли а вот у вас как-то не получается что вы этого достигли и вот начинаются вот какие-то разоблачения тщательно надо изучить жизнь этих людей что они делали помимо того что занимались что они делали помимо того что там еще фарму принимали что-то же еще не делали что стали такими силовые трюки дикуля да никто не сделает то что он делал денис семенихин выглядит тоже всем хочется то есть все хотят как-то халяву узнать какой-то рецепт думают за счет таблеточки и одного движения что у них сейчас все будет как у шварценеггера нет такого не бывает это как правило вдумчивая бахота вдумчивая и вздрой что бы я еще вам сказал даже среди чемпионов есть разные люди как говорится чемпиона чемпионы большая рознь опять таки я лично знал Плюкфеллера Владимира тренировался когда он там был но у него не тренировался что я хочу сказать он воспитал достаточное количество олимпийских чемпионов ну и так людей а вот что касается здоровья здоровья то не у всех этих людей оно осталось на последующей жизни без штанги то суставы меняет то умирает то еще что то то еще что то а ему 90 лет и он еще и приседает и тягу делает и бегает и ничего у него не болит на гармошке на гармошке играет полтора часа в день отлично можно еще напрягаться но это не следует делать так вот к чему я веду речь веду я речь к тому что важно так заниматься чтобы после профессиональной деятельности вы еще оставались здоровым человеком чтоб у вас и порох был в пороховницах и в ягодах ягодицы или наоборот были это целое искусство не все так просто все мы думаем что сейчас тут что то начнет расти организм приспосабливается к нагрузке и вот важно насколько вам это приспособление необходимо одно дело приспособиться поднимать гантели по 8 кг другую по 20 кг это разный труд вот а разоблачать так легко разоблачать попробуйте вы сами поднять сколько эти поднимали и поднималось то все это в основном за счет трудолюбия и разумного отношения к тренировке науки к своему телу к питанию к восстановлению а то все ох анаболик анаболик болик болик и все ух и пока ума наберешься придет не один год. И это хорошо, если никаких травм не будет. Еще останется запал для тренировок. Гантельки по 8 килограмм. Размяться хорошо, чтобы тут ничего не лопнуло, не треснуло. Потом большинство бросает из-за тех или иных травм. Тихо. 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 Есть какие-то общие направления. Общие корıldinn Party. Но методику должны выработать для себя индивидуально Что касается популярности, а тем более денег, то там свои законы, которые накладываются на человека, на его занятия, на его проекцию в общество На его, так сказать, накачанность и силу, как это использовать, чтобы денег побольше И не всегда, ну будем говорить, конечно, вообще-то всегда Но вот этот весь бизнес, он требует, чтобы какая-то самореклама была, еще что-то, еще что-то было И не каждый спортсмен, уважающий себя человек, обретший силу, может удержаться от этого соблазна Который ему говорят, вот так надо сделать, вот так надо сделать, я так надо сделать А что в итоге портит его вид И, как бы сказать, начинает какие-то сомнения Ладно, ду Integration И вот он подстает. И неизвестно, как бы мы сами поступили, если бы к нам пришли такие предложения, как вести передачу, как в клинику. И вот он. Ну вот. Здесь уже 17 кг. Вот. Поэтому разоблачать как-то это. Как-то это. Не совсем это где-то правильно. Особенно в отношении тех людей, на которых вы равняетесь, и которые действительно добились каких-то выдающихся результатов. Скорее всего, узнать за счет чего они это сделали. Ну, короче, тема, конечно, с этими разоблачениями. Какая-то скользкая, мутная. С одной стороны, это вроде как плохо, а с другой стороны, возможно, это и надо сделать. Так. Вздрогняем. Гантели 17,5. Звонят. Ну что? Ну что? Что, Анина? Спишь, хомяк? Я пришла, а Леня ушел. Ага. Машину загонит, уже на солнце пекина такой жарит стоит. Хорошо, я сейчас тут в спортзале. Ну, а, ты в спортзале. А, спортзал. Чтоб ты знал. Чтоб ты знал. Хорошо, завоним. Ага. Так. Так, так как у нас тренировка показательная, Добавим-ка мы сюда еще пять килограмм. Гантели будут по 22,5 килограмма. ПОДПИШИСЬugal назад만 затягивается! Moi-техºяк. glasses про belong! У меня, так как надintérieur. Нормально шутка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 22,5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 делаю подходы 2 3 4 раз по 6 ну может быть по 8 и так 22 с половиной кг вздрогнем с любую с юношеским задором вцелимся сейчас в эти гантели погоним их до горы подымать есть такое дело подходик усердствовать не надо еще один хор и вес 27 с половиной килограмм с таким весом еще никогда не работал но попробуем это хорошо что эти гантели подымаю совсем недавно примерно года полтора два назад до года полтора назад если не год настолько сильно болели плечи что я мусолил вот эти вот 8 килограммовые гантели плечи локти спина и пожилом возрасте чтобы качаться надо иметь здоровые суставы или уметь их сохранить для того чтобы они были здоровые так что обращаюсь к юным атлетам регулярно занимайтесь в меру вначале где-то годик полтора для того чтобы организм привык к нагрузке потому что когда нагрузка увеличивается там через полгода уже начинаешь ага-га переть начинаются проблемы с сердцем в первую очередь и так далее 22 с половиной килограмм очень приятный для меня вес немножечко настроимся и отлично приступаем к следующему упражнению отжимания на брусьях как мы тут ставим камеру чтобы было видно вот так мы оставим вот это то что надо есть упражнения в которых ты изначально слаб как-то у тебя энергетика организма распределена что есть вот слабые упражнения и все плохо качается и вот у меня это как раз отжимания на брусьях но тем не менее если их делать постоянно происходит какое-то начале привыкания а потом начинается накачка этого упражнения то есть начинается увеличивается веса начинается чувствуешь как ты упираешься в этом упражнении потому что бывает упражнение в котором ты не можешь приложить свою силу вот какой-то она неудобна и все а по мере того как ты делаешь делаешь она становится удобным и дальше начинается накачка ты начинаешь накачивать и больше в плане силы и за силой начинается рост массы надо немножечко побольше отдыхать а то я еще говорю поднимаю комментирую вот этот спортзалчик эти брусья я сам свалил вот этот тренажер потом посмотрите мою ариану увеличим нагрузочку при этом важно чувствовать сколько ты должен дать себе отдыха чтобы мышцы весь организм связки суставные поверхности которые трутся успели восстановиться и укрепиться это очень важно это особое чутье которое бывает у очень очень редких людей и вот эти люди прогрессируют и становятся чемпионами если это не знать не делать и еще один важный секрет если к этому относиться без любви и желания два фактора любого к этому делу и желания гореть вот эти два фактора они позволяют вам брать дополнительную энергию на ваше любимое дело и даже нагрузку переваривать усваивать и идти дальше если у вас этого нету если для вас это обуза каторжный труд то есть вот в каждом напряжении вы испытываете радость от каждого напряжения вот это попрете а если его нету разоблачайте сколько угодно чем хорошо еще это упражнение у многих вот здесь вот в горбу сжатие начинает холка расти немеют руки боли в спине в грудном отделе а когда вы это упражнение делаете вы растягиваете свою горбину и за счет этого и за счет этого ликвидируете возможное возможное там недоразумение ну что вот эту раму я придумал сам сделал можно приседать если сюда можно лежа жать можно тянуть сверху можно тянуть снизу можно много делать было бы желание сейчас мы с вами будем делать жим лежа ввиду того что у меня болели плечи и полностью движение разламывало связки плеча я стал его делать в основном до жим до жим а как показывает практика в жиме лежа именно до жим всех жимовиков лежа и подводит 40 кг я долго жму долго и уже как-то это движение у меня закрепилось и стало накачиваться разруки как поршни так и давят так и давят то есть им только отдай возможность сжаться как пружине дальше она такая распрямляется и летит я обычно делаю два подхода 40 и потом начну добавлять сейчас я пойду через 10 килограммов полтосик полтосик подогнал Поршневые агрегаты давят. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вес готов Так, такие веса Я уже не помню, когда езжал Подходил Надо настроиться Будь смелей Акробат Субтитры сделал DimaTorzok Домкраты справились Домкраты справились Заключительный подход На 80 Жеменом Натурал Домкраты справились Домкраты справились И не будем тянуть вала за хвост В 80 Жеменом И это будет хорошо У меня, по-моему, вчера была тренировка И сегодня Ну, глядя на Семенихина И на разоблачение Дикуляя Всех этих атлетов Я, так сказать Водушевился Правда, шредер Далеко ушел Нафиг В жеме лежа 150 На десятку Жмет Ну, как учил Квир Сарычем Жмем Вот это Вот это Жжение Это то, что надо Мощь Посчитаю Думал Десять раз Ну, наверное, девять Хорошо Бивни жмут Бивни Да Одно из очень интересных упражнений На На живот Сделаем его вот так вот С этого ракурса Будем делать На живот Интересно идет растяжка спины Чувствуется От этой жемовой работы Дельты налились Трицепсяки Как булочки Становятся Рассланды Рассланды Здесь и живот качается, и поясничный отдел растягивается. Очень интересное упражнение. Вес здесь где-то килограмм. 45, может чуть больше. Ну и еще один подходик и хватит. Буде и хватит наш хрен захватит. Поехали! 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 Вот и того примерно час на тренировку ушел у меня. Ах, фух, все, ну теперь глянем, что у нас тут надулось, что сдулось. Фух, фух, так сказать, как говорится, ну так вот примерно. Фух, кубики тут просматриваются среди одного большого кубика. Фух, ну вот так вот я, левый бивень, правый бивень дельтует, видите какой, грудничака. Ну-ка, на фоне моря синего, на фоне моря синего. Так, фух, одни, два, и спали, доносится налей. Фух, молочка у нас подбешены. Фух, коровки впереди, в жизни только дай. Полная надежд людских другов. Трепещи. 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 Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!